Всем привет! Обожаю декабрь, когда можно собрать лучшие игры года в одном месте. Сегодня будет 10 самых скачиваемых игр 2020-го. Сразу скажу, подборка на голову лучше самого года. Смотрим до конца, потому что победитель вас удивит. Но и по новой традиции в конце я еще буду отвечать на ваши комментарии. Он в寝те! Теперь нам доверили разобраться с этим хлопотным дельцем и во всю мощь начать гонять мусор по конвейеру до полной очистки грунтов. Я пока немного уровней прокачал, но радует, что здесь каждый этап очистки выглядит уникальным. А самый сок в том, что бабосики, которые мы зарабатываем, можно использовать в остальных локациях. Я уже с предвкушением жду, что же разрабы приготовили нам дальше. Агенты? Кто еще какие локации открывал в этом кликере? Может есть какие-то пасхалки? Пишите, будет интересно изучить. И, кстати, в игре появился новогодний ивент. Заходите в игру, чтобы получить уникальное рождественское оборудование. Десятое место у элементарной игры Emoji Puzzle, которая состоит из почти бесконечного количества уровней. На каждом левеле вам надо решить головоломку, основанную на смайликах. Например, тыкву и привидение объединяет Хэллоуин. Но иногда сложно понять замысел автора. В этом случае не бойтесь ошибиться. Разработчики не накажут. Господи, пожалуйста, нет! 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 Первые уровни 10 будут легкими для всех. А вот дальше каждый сам за себя. Emoji Puzzle собрала за первый год после релиза почти 20 миллионов установок. Наверное, здесь сплав из элементарного геймплея, красивой реализации и актуальной идеи. Ну и корона немного помогла. На девятом месте еще один незамысловатый таймкиллер с тем же результатом в 20 миллионов. Здесь все просто. Берешь одежду, окрашиваешь любыми способами и радуешься, что это нереальная одежда. Потому что маман дала бы ремня за то, что вымазал одежду. Хочется чего это? Сам не знает чего. Ремня. Но в Тай-Дай ты выполняешь чужие заказы, за которые еще и платят. Заработанные деньги можно потратить на покупку разных вещей для дома. Если бы такая схема работала в реале, меня бы на Ютубе уже не было. А до тех пор будем делать подборки. Я уже рассказывал про Тайлс Хобб, но это было давно и почти неправда. Не всякое неправда, это ложь, Линн. Чало? 2020-й, в отличие от меня, у разработчиков выдался на славу. Только за лето музыкальный симулятор набрал больше 10 лямов. Суть игры в том, чтобы управлять прыжками мяча таким образом, чтобы двигаться по расположенным на столе игровым плиткам, пытаясь поймать музыкальный ритм. Музыка представлена, можно сказать, любая, от классической до рока. Разве что Моргенштерна не найдете. Но это тоже плюс для приложения. Хорошая оценка в Google Play и куча хороших отзывов говорят о том, что Тайлс Хобб надо попробовать. Хотя лично мне не очень музыкальное приложение. Седьмое место у Genshin Impact. Стоит предупредить, что это не самая скачиваемая игра в 2020-м. Но осенью у нее вышло удачное обновление. Я даже включил Genshin Impact в топ октября. Это отличный RPG с открытым миром. Сюжет простой. Есть брат и сестра. Одного из них похищает какой-то бог. И теперь родственник предпринимает попытки вернуть все на свои места. Естественно, все это происходит вашими руками. В мире семь независимых королевств. У игрока полная свобода действий. Можно проходить квесты, обучаться и, конечно же, сражаться. Во время боев есть возможность объединить несколько стихий. Выглядит это очень красиво. Оценка в Google Play просела, но просела до 4,5 звезд. Надеюсь, вы понимаете, что это значит. Самое спорное место во всем топе. Subway Surfers. Отдай сало! Кому кажу сало отдай! Нет! У меня там кусочек лишился! С одной стороны, игру по-прежнему качают сотнями миллионов в год. С другой, каждая собака уже в курсе. Я решил не умничать особо и вставить посередине. Для тех, кто в танке, очень коротко. Subway Surfers Runner, где челик бежит бесконечно уворачиваясь от поездов и препятствий. Ну и собирает монеты еще. Subway Surfers — самая скачиваемая игра в истории. Еще в 2018-м приложение перевалило за 1 триллион скачиваний. И это только в Google Play. Один из моих любимых таймкиллеров на пятом месте. С самого начала под вашим контролем один человечек. Надо бегать, уворачиваться от препятствий и собирать других людей в свою банду, чтобы в итоге получилась существенная такая компания, которая двигается к замку, где вас ждет драка с противниками. Это разборка пидошка. Если у вас больше человечков, то вы побеждаете в схватке и проходите уровень. Ловушки бывают изощренные и опасные. Например, раскачивающиеся молоты или огромные сферы, готовые раздавить всю компанию. В качестве награды даются монетки, которые надо тратить на любое из трех улучшений. Словом, это простая, но реально захватывающая игра. Сейчас получится подлить масло в огонь. Четвертое место у королевской битвы — Гарена Фрифайр. Я однажды даже поставил ее на первое место в списке топа худших. Тогда, после неудачного обновления, у игроков пригорело. Но, чтобы не случалось, свои 50 миллионов установок Фрифайр заработала. Если кто не в курсе, то это одна из самых популярных королевских битв. 50 игроков, заброшенный остров и только один человек останется в живых. Скорее всего, это будете не вы, но чтобы узнать, потребуется не больше 10 минут. Можно объединяться в отряды с другими игроками и так повысить шансы на выживание. Кстати, у Гарена Фрифайр через пару лет будет триллион установок в Гугл Плей. Топ-3 открывает Кьюб Сёрфер — очередной таймкиллер. Это означает, что в 2020-м у людей было слишком много свободного времени, но их можно понять. В Кьюб Сёрфер персонаж находится сверху кубиков и движется по узкой дорожке. Вам надо собирать новые кубы и по возможности уворачиваться от преград. Управление в одно касание. Надо держать палец на экране, чтобы проходить через ловушки и так до самого финиша. Очень важно собирать кристаллы, за них можно открыть не менее 9 скинов различных кубиков. Кьюб Сёрфер скачали более 50 миллионов человек, чем обеспечили топ-3. Почти 100 миллионов установок заработала компания Вуду со своей аркадой Скрайбл Райдер. Справедливости ради стоит отметить, что идея стырена у Дро Клаймбер. В основе лежит задумка, что вашему персонажу надо победить в гонке, а для этого достаточно подходящих колёс. Только рисовать их вы будете самостоятельно в прямом эфире. В нижней части экрана есть специальная зона для рисования. Задавайте в ней форму будущих колёс и проверяйте, как это помогло главному герою. Для воды, взбирания вверх и полётов нужны разные колёса. Какие? Это уже решать вам. Если кто-то спросит вас, как должна выглядеть игра года, смело показывайте страничку в Google Play Among Us. Там уже давно более 100 миллионов установок, шикарная оценка 4,5 звезды и миллионы положительных отзывов. Этой осенью больше всего мемов я увидел именно связанных с Among Us. Если вы не знаете, что это за игра, я рассказывать не буду. Просто скачайте. У меня некоторые друзья пропали на пару недель из поля зрения, как раз из-за Among Us. А сам я, когда не выпускал ролики, чинил проводку. В общем, первое место Among Us. А сейчас я отвечу на парочку личных и не очень вопросов. Интересный факт. Что будет, если вставленный коммент сплагиатить? То тебя вставят в видео. Как видишь, да. Агент, а какой у тебя телефон, кстати? Андроид или iOS? Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Давай телефон ножкой тебе представляет, ты достаточно таки... Xiaomi опять. Агент, сколько тебе лет? За такое можно и подписку. В этом году станет на один больше. Happy birthday, Xiaomi! Не понимаю, чем тебе Лукашенко не нравится? А чем он может нравиться? Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты селедку ее там с рыбой. О, какой ты! Военкому нужны такие красавцы. Военком может лососнуть тунца. Всем ББ, не болейте.